Блокаду с Кубы Генсек НАТО пригрозил России тяжелыми последствиями, если до 2 августа она не начнет соответствовать требованиям договора об РСМД. Больше всего Столтенберга беспокоят комплексы РК-55 «Рельеф» разработки Свердловского КБ «Новатор». Что делать, решают на встрече министров обороны блока в Брюсселе. В Литву доставили первые две из 88 немецких бронемашин «Вилкас», разработанных специально для местных условий. Около года их испытывали на полигонах в Германии и Голландии. Техника отправится в механизированную бригаду «Железный Волк». South China Post, принадлежащая холдингу Alibaba, сообщает, что перед встречей лидеров в Осаке Китай и США заключили очередное перемирие. Ни один официальный источник не подтвердил информацию газеты. Сам Трамп в интервью Fox News сказал, что готов ввести против Китая план «Б» из пошлин на 300 миллиардов. Болсонару оправдывается за кокаин на борту бразильского президентского лайнера, направлявшегося на саммит Большой Двадцатки. В аэропорту Севильи был задержан сержант ВВС Родригес, перевозивший 39 килограммов наркотика. Болсонару добирался другим бортом и назвал инцидент недопустимым. Наши главные враги Китай и Россия – так ответили на вопрос ведущего почти все участники первых дебатов Демократической партии США в рамках начавшейся президентской кампании. Кандидата выдвинут в феврале. Сандерс и Байден появятся на следующих дебатах. Неделю назад Байден успокоил банкиров «Никто не обеднеет, ничего не изменится». Меркель снова трясет. Второй раз за две недели загадочную дрожь зафиксировали камеры агентства «Рейтер». Стоя рядом с президентом Штайнмайером, канцлер старалась держать себя в руках. В прошлый раз это наблюдалось во время встречи с Зеленским. Двух косаток и шесть белух выпустили из китовой тюрьмы. Об этом написано на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Следующую группу обещают выпустить после подготовки животных к транспортировке. У Ан-24 авиакомпании «Ангара», загоревшегося в Нижнеангарске, в полете отказал левый двигатель. Экипаж подавал сигнал бедствия, сообщили в Росавиации. После приземления Ан выкатился с посадочной полосы и врезался в здание. Салон самолета и кабина выгорели, два члена экипажа погибли. Соцопрос почти 600 российских компаний, тысячи выпускников со студентами, продемонстрировал разницу между зарплатами и ожиданиями. Бизнес готов платить начинающим сотрудникам 30-40 тысяч рублей. Большая их часть хотела бы получать от 40. Росстат оценивает безработицу среди молодых в 30%. Однако больше половины опрошенной в ЦИОМом молодежи заявляют, что жизнью довольна. Компания Oxford Economics посчитала, что через 11 лет роботы отвоюют 20 миллионов рабочих мест в промпроизводстве. Это почти 9% мирового рынка промышленного труда. С 2000-го уже исчезло 1,7 миллиона рабочих мест. Сегодня в Европе 2 миллиона роботов, в США почти 2, в Китае 14. Следственный комитет обыскивает офисы автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге. Основатель компании «Петров» не скрывал симпатий к Навальному. По словам обладателя, состояние в 900 миллионов долларов в обыске не стали неожиданностью. Петров с семьей находится за границей. Ранее там же, по сходной причине, предпочел остаться основатель «Вимбельдан» Якобашвили. По заказу госкомпаний «Дом.РФ» разработан проект превращения Сергеева Посада в православный Ватикан. Об этом сообщают ведомости. Цена 140 миллиардов рублей. Авторы идеи добились одобрения патриарха. По плану город может быть перестроен на две части – административную и духовную – с культурно-представительским центром на проспекте Красной Армии. Разработка проекта обошлась в 300 миллионов. Ликвидируется крупнейшее тепличное хозяйство на Алтае. ОАО «Индустриальный». К августу на улице окажутся 500 человек. Долг предприятия – почти 100 миллионов, из которых 10 – долги по зарплате. А Госсовет Крыма продает Керченский металлургический завод. В СССР он носил имя «Войково», производил стрелочные переводы для железной дороги и давал работу более 10 тысячам человек. После воссоединения Крыма с Россией завод снова стал госпредприятием. Ненадолго. Работники Нестле пикетируют Московский офис корпорации. Повод – отказ менеджмента обсуждать восстановление на работе уволенных сотрудников Нестле Черноземья. В мае почти 300 человек заставили подписать заявление об увольнении. Пикетчиков поддерживает Аграрный профсоюз. Лидер профсоюза Нестле Черноземья сам среди уволенных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова